Добрый день! Мой доклад будет посвящен одному из танцевальных стилей индийской культуры, о котором я уже упоминала однажды. Я расскажу о гарбе Гуджарата и некоторых сходных с ним традиций, обрядов или танцев. И рассказ мой будет поделен на три части, потому что слово гарба в данном случае означает, в общем, три вещи. Гарба как предмет, гарба как танец или такая танцевальная форма, скорее, потому что это не просто танец, а это некоторое такое танцевальное действие, и гарба как институт целый, вокруг которого образовалась уже некоторая такая прослойка, некоторый узел многих разных вещей, которые выходят далеко за пределы понятия этого гарба и вообще далеко за пределы понятия танца и так далее. Вот когда я рассказывала о гуджаратских таких других формах, ну, например, об Хавайи, по-моему, года два тому назад у меня был доклад о Хавайи в Гуджарате, в традиционном театре, который совсем почти перестал быть известным, особенно за пределами штата, ну, так и даже и в самом Гуджарате стал очень какой-то... скукожился, скажем так, и ушел на задний план, и только очень немного используется в такой массовой культуре. И понятно почему, потому что он конкурирует с телевидением, он конкурирует там с такими массовыми средствами информации. А вот гарба, конечно, очень популярна, и гарба — это культурный бренд штата Гуджарат. Вот вы можете открыть с интернета Google и просто увидеть миллионы разных записей, и записи самого танца, и записи шагов, и записи всевозможных других вещей, вот как эта гарба используется. То есть гарба и гуджарат — это такой аналог друг друга. Очень большие гарбы организуются даже уже не только в Индии, а в городе Торонто, потому что именно там находится самая большая эмиграция в Гуджарате, и всюду, куда вступает нога человека, связанного вот с штатом Гуджарат, обязательно он приносит с собой гарбу тоже. В Гуджарате живут очень разные касты, очень разные профессиональные сообщества, и каждый из них имеет свою гарбу. Даже парсы — люди, которые не очень сильно увлекаются, скажем, танцем, хотя театр парсов известен, конечно, очень хорошо, но вот единственная форма танцевальной культуры, которая развелась среди парсов, это тоже гарба. Значит, слово гарба означает лона, это гарба, конечно, та самая лона, чрева, и гарба обычно выглядит как горшок, очень такой простой глиняный горшок, в котором проделаны отверстия, и в который ставят дип или продип, поэтому иногда это называют гарба-дип, гарба-продип, сосуд, светильник. Вот так вот он приблизительно выглядит в своем первоначальном виде, потом туда ставится светильник, и этот светильник ставят в особое место на кухне, и так вот 9 дней он стоит, потому что все это связано с праздником Навратри, сейчас о чем-то немножко ниже будет сказано, и 9 дней проводятся обряды в связи и вокруг этого горшка. Ну, а это такая уже инсталляция в доме, вот в одном из ахмедабадских домов, где несколько горшков соединены вместе, они украшены гирляндами, и тогда уже вот эти светильники, плошки просто будут рассеяны вокруг. Ну, давайте вспомним, какие еще священные горшки и где практикуются в Индии, их довольно много. Горшок – это, в общем, наше все. Вот вы знаете, наверное, статью Шептуновой, замечательную, давно уже опубликованную, которая называется «Сосуд метафора бытия». Действительно, огромное количество обрядов, всюду практически, и трудно найти ритуал, в котором не было бы горшка, наверное. Но особенной важностью, конечно, обладает вот понголь, слово, которое означает, в принципе, кашу, то есть сваренный рис особым образом. Ну, он сварен вот в таком сосуде, и эти сосуды, можете посмотреть, вот он сосуд, но он при этом шваит, потому что на нем знаки, значит, пепла, и на нем привязан кусочек куркумы, потому что этот сосуд еще и как бы замужем, потому что этот, в данном случае, вот он символизирует собой такое священное лоно, в котором рождается вот этот вот понголь, праздничные действия, и обязательно гирляндами они будут отмечены, и, ну, другими разными символами. Горшок используется в угаде, это обряд в штате, ну, Таленгана или Анфрепрадеш, и там и там существует такой праздник, и вот такое обычное изображение в параферналии такой угаде, где обязательно тоже есть этот горшок, ну, вот в нем листья манго будут присутствовать, и завернутый кокосовый орех, и вообще манго как таково. А вот этот такой стиль, который называется антронатим, это недавно он так формируется, тоже из уже существовавшей традиции ритуального танца, вот здесь вот танец с горшком, когда девушка держит этот калаж, пурно-калаж, и дальше она движется по сцене, дальше она его станет, ставит там в святыню. Ну, вот еще особенно почитаются горшки, конечно, в Бенгалии, и в частности в рамках обряда Монаша-Пуджа. Вот вы здесь видите горшки из банкуры, вот можете даже посмотреть, вот так вот, как он выглядит. Ну, в данном случае этот горшок связан с культом кали, потому что он используется в кали-пудже, можно понять по высадутому языку. А в других случаях вот мы видим горшки, связанные с культом богини Монаши. У меня недавно статья появилась, вот она тут сейчас будет опубликована в Тартусском одном журнале, подробно очень вообще об этой традиции, она достойна этого. Вот как раз традиция Монаши и предполагает прежде всего почитание горшка. Богиня как горшка, богиня в виде этого горшка. Вот вы здесь видите, как гидал или сказитель традиции монгол-кабо или монгол-кабьес, священного такого знания, истории, жизни, описания богинь. Вот он оборачивает эти горшки такой красной тряпочкой, что символизирует, ну, в общем, превращение горшка вот в тело этой богини. А потом старшая женщина из семьи будет эти горшки вот ставить в гарантан. Это такие домашние святилища, потому что почитание богини Монаши представляет собой прежде всего вот такой вот обряд, когда женщина почитает эти горшки. Ну, и также бывают еще горшки, в которые наполнены огнем. И особенно яркий, конечно, тому пример это Чари-данс, это танец из Раджиастана. Здесь вы видите такой уже сценический его вариант, когда это много разных девушек, которые несут эти горшки, или вот они такие акробатические номера демонстрируют. А в обрядовом случае, конечно, все гораздо проще, но присутствует вот горшок, в котором горит огонь. Ну, этот вот, этот предмет вот примерно так и выглядит, конечно. Это гад, горшок. Самая тонкая такая интересная вещь, я хотела сказать, которая мне кажется самым главным вопросом, это тонкая грань перехода горшка как инструмента, потому что горшок нужен для воды, для перенесения воды, для готовки еды. Горшок как светильник может использоваться. Горшок может использоваться в других ритуалах, ну, потому что, вы знаете, при рождении берется горшок, и туда шепчется имя новорожденного, тайное имя новорожденного, которое потом может даже никогда не использоваться больше. Этот горшок запечатывается и ставится куда-нибудь там, ну, далеко-далеко, в доме он хранится, но никто его больше не трогает, то есть горшок как носитель тайного такого знания, вот один раз его используют и потом его никогда больше не трогают, вот для этого он тоже нужен, то есть горшок как инструмент. С другой стороны, горшок оказывается объектом почитания, потому что и вот как раз в обучии, в традиции монаши-пуджа мы видим, как горшок, будучи инструментом, переходит в состояние богини, он становится богиней, особенно ярко и особенно четко это прописано, конечно, в бенгальской дургопудже, когда сначала есть дерево бильва, в котором Пурухита порождает вот это вот состояние, вот эту дургу пробуждает ее, этот обряд пробуждения богини, а потом она переносится, дух этой богини, поздно, наверное, так сказать, переносится или засаживается в горшок, и потом дальше все обряды дургопуджи проходит вокруг этого горшка, хотя за этим горшком или как бы вокруг него может быть сделан идол богини, который, конечно, более ярок и более виден, но он не является главным, скорее всего, его можно назвать театральным изображением, потому что более сущностная вещь – это, конечно, горшок, который обязательно присутствует всегда при дургопудже. Вот этот переход между инструментом и объектом, и потом обратное развоплощение, вынимание как бы из этого горшка, потому что горшок в конце концов оказывается чем-то похожим на человеческое тело, шарира, который, с одной стороны, является тоже функцией в общем, это что-то, посредством чего нужно совершить свою карму, нужно прожить свой жизненный путь, нужно сделать то, что тебе нужно сделать, а потом горшок будет разбит, так же, как и тело, тоже будет разбито в конце жизненного пути. Это такая параллель явная. Вторая вещь, о которой надо говорить, когда мы говорим о гарбе, то есть гарба – это танец. Вот давайте посмотрим на гарбу, как на модель и какие-то параллели припомню. Значит, конечно, во всех культурах мира существуют круговые танцы вокруг священного объекта. Иногда это бывает и без объекта, но часто он есть. Вот вы просто можете здесь прочитать какие-то основные и самые известные формы танца и дополнить его сколько угодно, огромное количество других таких круговых танцев существует. Но иногда они используются в политическом смысле. И вот, мне кажется, очень интересная статья была у Ливона Абрамяна. Это армянский этнограф замечательный, который написал работу о танцах вокруг горы. Это в 2005 году, в День независимости Армении, тысячи людей собрались на склонах горы Арагат, и вот они начали танцевать вокруг этой горы. Это стало настоящим праздником. Это неожиданно подняло очень много политических вопросов, но формально это все выглядело как действительно такое движение. Танец, это был танец кичери, который они танцевали. Ну вот он стал очень известен, как такой вот, значит, танец вокруг горы. Вы это можете, кстати, просто найти в интернете. Ну а в Индии такого рода круговых танцев вокруг священного объекта, конечно, огромное количество. Вот давайте вспомним, например, хотя бы штат Манипур, и вспомним, что там есть такая традиция лай-хараоба, когда огромная вереница людей сначала, она такая змееобразная, потом она закругляется и становится кругом, потом она превращается в более сложные фигуры, и потом она, значит, растворяется. Но это целую ночь длится. Или вот, например, Тхабал Чонгба, это танец под лунным светом, буквально в переводе означает. Это танец тоже, который проходит целую ночь и несколько ночей, в общем, на протяжении периода, когда вся Индия празднует холи. Это период холи. И вот в Манипуре это ознаменовано вот таким вот танцем. Отчасти это довольно скучное такое мероприятие. Иногда оно обладает какими-то вспышками, какими-то всплесками радости, когда народ вдруг начинает радость, потом опять народ пригорюнивается, и все равно, тем не менее, целую ночь вот так вот они ходят огромными такими вереницами и кругами. И вот так вот проходят все ночи периода холи, весеннего празднования. А в связи с вишнуизмом, который появился в Манипуре, ну, начиная с XVI века, но особенно укрепился в XVIII веке, вот там сложилась традиция почитания Кришны. И вот вы здесь видите Шри-Шри Говинда-Джи храм в городе Имфали. И вот здесь пунк-чолон, такой танец с барабанами, когда они прыгают, в воздух подлетают практически, в воздухе, это тоже круговой танец. Ну, и вот танец Рослила, который тоже, безусловно, круговой танец. Вот вы здесь видите девушек, ну, и не обязательно девушек, там могут быть и бабушки, которые тоже становятся гопи на этот период. Кстати говоря, вот тут не очень видно, но одна из этих гопи держит мобильный телефон. Поэтому вот очень вопросы о современности и традиционности решаются очень просто. Перед тем, как прыгнуть вот в этот вот панок, да, эта юбка такая-то традиционная, это костюм невесты манипурской, вот они все очень современные девушки, они вообще-то одеты в джинсы. И вот этой юбкой они скрывают такой совершенно современный облик городской девушке, которая вот обменивается смс-ками, значит, с какими-нибудь молодыми людьми или подружками, и тем не менее, что совершенно не противоречит ее вот такому вот облику, в принципе, Радхи, да, или гопи. И вот так вот они тоже целую ночь ходят вокруг, идола вокруг Кришны и Радхи, Мурти, вокруг образа. Это внутри, прямо внутри храма Шри Шри Говендаджи, для чего специальные образы вытаскивают на середину, в центр этого храма. Ну вот давайте обратимся, посмотрим на гарбу, как выглядит гарба. Также, собственно, выглядит и гарба. Не знаю, сумели я показать видео, но, может быть, потом. Давайте посмотрим сначала презентацию до конца, дойдем, а потом я покажу вам видео, как оно выглядит. Значит, гарба собирает десятки, сотни иногда людей. Вот это один из институтов. Ну, вы знаете, что Ахмедабад – это город, в котором очень много всяких образовательных заведений, много университетов. И вот это один из этих университетов. Там есть институт дизайна, институт рабочих технологий, там, например, архитектурный институт прекрасный. И вот студенты, гости и какие-то друзья, сотрудников или учащихся здесь. Вот они собираются, одеваются в праздничные одежды и ночами, ночами вот так вот ходят вокруг этих горшков, инсталляций. Значит, в центре этих кругов всегда находится этот гарба, как предмет. То есть, ну, в данном случае это даже несколько горшков. Это так красиво выглядит, выложено, но, тем не менее, в основе есть какой-то один горшок будет. И часто это также сопровождается вот изображением богини, дурги, в принципе, или амба, амбике, ну, это гуджарат, это период навратри. Вот так вот она может выглядеть, эта дурга. Или вот так вот она может тоже выглядеть, и тут обязательно будет вот такой вот горшок при ней присутствовать. Всегда проводится арати перед этим действием. Это серьезное действие, это обряд. Но после этого такого серьезного обрядового действия начинаются радостные такие танцы. Девушки обязательно одеваются в очень яркие костюмы, потому что праздник гарба требует вот такой вот яркости. Все цвета должны присутствовать, совершенно самые невозможные, самые странные обязательно, потому что это нравится богине. Все делается для того, чтобы принести удовольствие богине. Значит, и вот вы тоже видите, как это на сцене проходит. Можно сказать, что существует два типа гарбы, как танца. Один – это шейри гарба, то есть гарба, ну, которая исполняется на перекрестках дорог, обычными людьми каждого района, потому что каждый район устраивает свою гарбу. А с другой стороны, есть гарба вот в компетишнс, да, то есть по всему рынку Гуджарату проходят такие соревнования разной степени шикарности. Это зависит от денежных средств, какой вот, какая мухалла, или какой район, или какой город, или какая школа вот сумеет привлечь денежные средства. И тогда уже созываются разные ансамбли из всего Гуджарата, и не только из Гуджарата. И тогда уже за гарбу сходит все, что угодно. Я видела и колбели, которые танцуют на этих праздниках, и вообще все, что угодно. Ну вот, и тогда уже самым таким ярким, ну, конечно, здесь являются почти акробатические выступления, когда девушку носят, ну, там, до 11 горшков, а еще некоторые вот прикрепляются по бокам, и она, значит, все это несет, и совсем с этим еще и танцует. Вот это обязательная яркость костюмов, которые вы видите в рамках представления. Вот так вот выглядят соревнования, за которые они потом получают приз. Еще интересная вещь – это мандвей, потому что этот горшок, и так же, как иногда и изображения богини, могут ставить вот такую структуру, деревянную сетку. И эту сетку люди и девушки очень часто поднимают, наставят на голову и потом уже переносят. Вот это вот такой способ, ну, такой старый паломнический способ, который известен повсюду в Индии, переноса священных предметов, и в частности вот изображения богов. Вот используется и повторяется иногда в танце тоже. Теперь такого же типа танец гарба практически никогда не обходится исполнение гарбы без театра. Вот здесь вы видите одного из моих таких замечательных информантов. Это танцор и исполнитель Бхавай из небольшой одной деревни, из Саураштры, прибрежной Саураштры. Вот, и он просто демонстрирует тоже такой стрейвеша, то есть женский характер, который вот он изображает для целей театра, но в который тоже показывает танец гарба. Не только горшки, они даже и бутылки носят на голове, и даже вот так вот могут этой бутылкой ездить по голове, это совершенно, он делает, не прибегая никаким ухищрениям, ухищрениям это просто ловкость рук, ловкость головы и так далее. Они творят, конечно, чудеса. Вот, значит, это гарба как танец. Теперь гарба как институт, третий момент. Дело в том, что вот так же, как и, например, во Вриндаване есть понятие «Рассия», это в общем исполнение раслила, прежде всего на празднике холи, в рамках празднования холи, но это слово «Россия», оно уже превзошло как бы само исполнение танца. Это не просто исполнение танца, это некоторый культурный узел, к которому подтягивается, ну, очень много что. Так как, например, во Вриндаване, в праздник холи, это не просто один день, как это для многих других там индийских пространств, это в основном просто один день, или там, может быть, где-то неделя, а это целый период времени. Это период, который начинается с Басанта-Панчми, то есть где-то конец января месяца, и длится до, в общем, до Чаэтра-Парве, то есть до середины марта, довольно до 2-3 месяца, ну, 2 месяца приблизительно между ними разница, то есть огромное количество разных обычаев, разных традиций входит в понятие холики самая, время холи. Также и здесь, в Гуджарате, вот это понятие гарба переросло в свое значение предмета или танца в связи с этим предметом, и стало каким-то образом обозначать и некоторый долгий период времени. Этот период времени, это, конечно, навратри. В принципе, навратри 4 в году бывает, но самыми главными, конечно, являются 2, то есть Чаэтра-Навратри, которая вот в этом году у нас совпала с днем всеобщеиндийского локдауна, 25 марта у нас началось вот это Чаэтра-Навратри, и 9 ночей, значит, он длился, что тоже очень интересным таким было элементом для творчества, фантазии индийской. Ну, это весенний праздник, весенний навратри. А вот этот вот Шарада-Навратри или Ашвин-Навратри, который начинается с новолуния месяца, то есть первые 9 дней, первые светлые половины месяца месяца Ашвин, идет вот Шарада-Навратри, осенний праздник. Это сентябрь-октябрь месяц. И мне вот подумалось, что среди всевозможных разных индийских праздников огромное количество всего, среди которых, наверное, Холи и Девали оказываются такими самыми важными и общеиндийскими, все-таки Дасера или Навратри оказывается более важным, еще более важным. Но почему важным? Потому что он оказывается таким вот узлом для всех прочих. Ведь и шиваидские традиции, и вишноидские традиции, и ромаидские традиции подтягиваются в это время. Виджая Дашами в 10-й день этого празднования ознаменован победой Рамы. Это произошло после того, как Рамы почтил богиню. Празднование, ну, хотя это вряд ли можно назвать празднованием, но события, которые происходили на поле Куру, то есть основное время, основная особенность, часть Махабхараты, это тоже произошло после того, как пандалы почтили богиню Кали. Если поскрести любой из индийских культов, то внутри него ты увидишь шахтизм. И вот как раз эти девять ночей, девять ночей богини, они и оказываются очень таким алхимическим временем, наверное, самым главным узлом индийского праздничного календаря, внутри которого вот задаются, прорабатываются очень интересные темы. Значит, что такое эти девять ночей богини? Во-первых, это девять ночей или десять дней, которые вот начинаются с новолуния месяца Ашвин. Это время поста. Ну, в данном случае пост означает, что люди избегают пищи, зернобобовой пищи, потому что все остальное, например, какие-нибудь клубнеплоды, картошка, любые молочные продукты, все это остается в еде. Люди едят, хотя не так много, как правило, трапезы, вот, ну, одна-две трапезы в день проходят, хотя они очень интересные, они могут быть наполнены разнообразными закусками, но их как бы все равно поменьше. То есть пост есть, есть, пост существует, он просто своей спецификой обладает. Во-вторых, это, конечно, инсталляции, вот, которые мы с вами посмотрели. Что интересно, что важно в связи с навратрием? Это праздник, который существует между внутренним пространством и внешним. Вот эта гарба, она ведь ставится в кухне, в пространстве, в месте, куда практически никто чужой никогда не заходит. Это место сугубо интимное, это место внутреннее, но эта гарба каждую ночь выносится из кухни вот на это поле, ну, это может быть какой-нибудь просто дворик около дома, или это может быть очень часто перекресток дорог, тогда движение останавливается, или оно там очень сильно сокращается, и люди объезжают, и вот происходит этот праздник, этот танец вокруг этой гарбы. То есть, это соединение внутреннего и внешнего, постоянное, каждый день это происходит, каждую ночь. Тем более, значит, что происходит в эти девять ночей? Это Махишасура Мардини, то есть, богиня Дурга убивает Махишасуру. Почему это убийство происходит в течение девяти дней? Почему богине понадобилось девять дней для того, чтобы убить одного Ассуру? Потому что он каждую ночь менял свое обличие, и он появлялся перед ней в совершенно разных цехопостасях, в том числе там были и птицы. То есть, это трансформация, скажем. Сюда еще подключается очень сильно ну, астрология, скажем, индийская джотиш, потому что Навграха, Навдурга, вот эти вот девять обликов богиней, они также оказывается связаны вот с планетами, ну, не только планеты, но с грахами, то есть, в общем, с негативными всякими аспектами. Это такое вот интересное время, когда многое прорабатывается, и когда решаются очень разные проблемы, и для этого нужно, в общем, очень много разного всего. Вот вы видите, как начинается празднование Навратри, это первый день Навратри в Ахмедабаде, здесь вот хиджра, который приветствует и который благословляет прихожан, ну, одного из небольших храмов в городе Ахмедабаде, а это вот вы видите храм Махалакшми, тоже в Ахмедабаде, и здесь вот вы смотрите, пожалуйста, как выглядит каждая из этих ипостасей богини, я сейчас не буду утомлять вас их перечислениями, они, в общем, все известны, дело в том, что вот каждый образ из образов богини Амбики или Дурги, она имеет разные имена, чаще всего все-таки ее именуют Амба, но они имеют вот такие разные формы, связаны с определенным цветом, с определенными качествами, с определенными мифами и с определенными обрядами, то есть каждый день и каждая ночь происходит какая-то трансформация, что-то другое. И последний момент, который я хочу вам доложить в связи с Гарбой как институтом, что мы видим, мы видим, что в каждой чуть ли не деревне Гуджарата, даже Гуджарата, не говоря обо всей Индии, существует определенная локальная традиция. Но в то время как во всей Индии в основном эти праздные начинаются с седьмого, восьмого, девятого дня, то есть, как правило, только эти три дня являются главными праздничными и такими насыщенными обрядами и действиями. Вот в Гуджарате каждый день очень важен, но, пожалуй, самый важный является восьмой день, Аштами, когда почитается Махагаури, богиня в образе Махагаури. И вот, например, есть деревня Ирана, где как раз этот праздник восьмой день Навратри, соответственно, восьмая ночь и восьмой день Навратри отмечен вот таким целым обрядом. Там главный храм посвящен богине Кали. И здесь, поскольку в этой деревне, но слово Ирана, возможно, связано с одним из народов, который здесь живет, комьюнити Ахира, Ахира, значит, возможно, это Ахирана, вот такое, как бы, изменение, просто название. Но кроме вот Ахиров, это пастушеские такие группы, здесь есть и Найки. Найки – это перформеры, это актеры, которые исполняют Бхавайи. Вот здесь вы видите этого мальчика в бирюзовом, Сари, точнее, это Гарри, потому что в Гуджарате Сари называется Гарри. Вот он изображает Кали и держит тоже такой сосуд разбитый, правда, и наполненный трепьем, и потом он будет зажженный в виде такой светильника, и потом он побежит сейчас, он готовится бежать в сторону храма в Кали, и потом там будет проводить некоторый обряд. Он, в частности, разрезает себе язык, капает кровью в храме. И вот после этого обряда делается такая мандала цветочная, здесь обязательно ставится эта самая гарба, ну и происходит одержимость. Человек, который входит дух, правда, там дух Кали, это, правда, некоторые критикуют, они считают, что ничего в него не входит, он просто так придумывает что-то, но тем не менее происходит такой обряд гадания, скажем, наставления и так далее. Существует какая-то задача. Кроме этого, в храмах Гуджарате посевается зерно, вот вы видите уже взошедшее зерно, потому что это уже восьмой день, ну на девятый день потом все это вот так вот берутся, эти горшки ставятся в корзины и они потом несутся к реке. То есть вот это вот такая традиция очень интересная в деревне Ирана. Теперь вот существует такая деревня, городок небольшой Дрол, в котором я побывала тоже в рамках Навратри пораньше, это был пятый и шестой день и там проживают брахманы, это вообще брахманская деревня и особенно традиция рамана. Вот мой информан Джигнеш Дев Прасат Агарват и они мне показали сертификаты всевозможные своей семьи у преднадлежности вот этой традиции, там есть несколько разных храмов и храм Рамы конечно есть, вот значит ну кроме храма Рамы там есть храм Бахучары Матаджи который есть повсюду в Гуджарате вот я вижу что Максим уже радуется потому что он узнает этот культ ну и здесь удивительно то, что гарба в деревне Дрол исполняется исключительно мужчинами это редкая вещь потому что как правило гарба исполняется всеми и мужчинами и женщинами или даже бывают там вот специально женские как бы дни что ли или желтки какие-то райончики куда мужчин не то чтобы не пускают но они и сами туда не ходят а вот в Дроле это удивительная вещь единственное место которое я такое нашла вот где гарба исполняется только мужчинами и женщин не пускают в этот огород значит они одеваются обязательно в красные одежды ну тут в данном случае этот готи будет красный вот и они в общем делаются все что все что обычно делается во время гарбы распевают песни но значит это только мужчины и наконец вот в Ахмедабаде есть такой райончик называется Дхадху Матан Нипхун в котором сложилась особая традиция вот переодевания мужчин в женщин но это не старая традиция интересно что она существует всего лишь около 200 лет тому назад и связана с конкретной историей когда была бездетная семья и муж предпринял некоторый такой обряд врату в принципе он на себя взял он сказал что вот я пойду сейчас к богине к Амбе и буду ее почитать вот пока у меня не родится ребенок вот я буду одевать женскую одежду то есть женщины это там деревня этот райончик подарили ему одежду они как бы дали ему эти одежды вот он стал одеваться таким образом у него родился ребенок и потом после этого он регулярно в рамках навратрии конечно вот вспоминает этот момент и не только он а вообще мужчина этого района но интересно что эта традиция не распространилась довольно широко она только осталась локальной вот здесь вот в этом районе известной традиции ну а кроме того вот подай последнее что я хотела сказать вот например в Адодре борода в одном из районов бороды возникла даже такая как бы перенос одной тоже известной традиции на период гарбы на период навратри это избиение мужчин ну вы наверное знаете что в рамках холи есть традиция вот латхи да такие палочки они держат бамбуковые и в особенности в деревне барсана это деревня где жила радха вот есть такой обычай когда мужчины пытаются прийти посетить эту деревню а все женщины в деревне собираются и побивают мужчин но здесь вы видите как они защищаются особо такими кожаными щитами но или деревянными чаще щитами но вообще бывает что и не успевают защититься а бывает действительно их разбивают ну это традиция холи а вот в гуджарате тоже оказалось такая вот перенос вот этой же похожей традиции на время на время на время вратри но здесь интересно что у женщины не бамбуковые палки а лампы дневного света вы знаете их довольно много в Индии есть и вот они уже не нужны когда они вышли и строят они оказывается не нужны такому багажом в данном случае они используют вот это для того чтобы бить всех мужчин которые сюда приходят так что действительно сам гарбов can get really crazy вот то о чем я вам хотела рассказать таким образом мы можем сделать какой-то вывод отсюда что вот в узле в таком узле времени когда происходит очень много закладок на будущее потому что Навратри это предшествие и Дивали тоже но прежде всего конечно победы там Рамы у его убийства Раваны и происходит Махиши Сурамардини то есть победа над демоном Махиши получается что гарба становится таким узлом ведущим к разрешению очень многих очень разных проблем вот спасибо за внимание вот вопрос от Татьяны Иосифовны танцор который вы показывали в том числе с бутылкой на голове хиджр ли он считаю ли я что и местные культы включают шахтизм спасибо большое да это очень хороший вопрос значит он ни в коем случае не хиджра это наек и вернее так в Гуджарати существуют три касты которые танцоры актеры и исполняют представляют бхавайи и таргала они называются в целом в ясы наеки и бходжаки значит он вот принадлежит одной из этих каст таргала и как мне рассказывали вот люди из касты наеки они никогда не бывают хиджра среди них существует такое поверье что поскольку они связаны с этим самым превращением перевоплощением у них особо тесные связи с богиней бахучарой матаджи которая вот как раз и препятствует рождению в их касте гермафродитов что воспринимается очень положительно что вряд ли правда кстати ну это не важно потому что это представление существует поэтому ни в коем случае ни одной секунды ни хиджра хотя могли бы быть наверное но нет они просто стривяш они исполняют вот эти женские роли да конечно шактизм обязательно не всяких сомнений в худжарате в общем культ бахучара матаджи очень важен он наверное второй по значимости после вот культа богини амбы амбики и даже те ну скажем так мужские культы которые мы сталкиваемся которые мы видим мы если очень долго и пристально на них смотреть то конечно увидишь шактизм внутри каждого из них то есть вы имеете в виду бюджаратские культы да не то что любой индуистский я так услышала спасибо светлана скажите я бы может быть прослушал но гарба это как-то связано с гарбха конечно гарба это и означает лона это она и есть она и есть тогда все понятно семантика прозрачная очень понятно да почему я не удивлен что роман соседствует с почитателями Баучар и Ма но было очень интересно очень интересно услышать что-то такое очень близкое о чем мы много говорили у меня вопрос в других регионах вот эти растливы как бы смотрели там у этих племен да там бывают случаи участия вот этих ритуальных трансвеститов или нет потому что там я увидел только девушек вот не знаю участие где трансвеститов участие где да в раслиле вот в племенных вот этих расливах племенных польта которые мы видели не знаю кстати не обязательно в общем не обязательно ну конечно есть культ аравана на юге Индии вот ты знаешь конечно что аравана это тот который был принесен жертвы перед вот да битва битвой на поле куру и конечно в Тамилнаду это прежде всего этот праздник свадьба аравана да празднуется когда за него выходит замуж все хиджеры вообще южная Индия во всяком случае Тамилнаду но это не раслило это это не раслило а раслило очень трудно сказать как-то мне кажется они все-таки находятся в разных плоскостях вот в разных плоскостях почитание благословения хиджеры да обязательно потому что они навсюду стоят где когда можно кого-нибудь благословлять то конечно туда придут хиджеры они там встанут и будут стоять я думаю это как нищие на паперете там просто место уже у них на протяжении многих столетий зафиксировано и оплачено и закреплено кто где стоит и кто кого по поездам по поездам это пространство поделено и пространство существует но это самые общие вещи так же они придут и в рамках других праздников просто это самое важное навратри это самый главный праздник гуджерат вот интересно что при всем многообразии вот индии вот самым ярким образом навратри все-таки можно увидеть в двух только штатах это гуджерат и бенгалия вот там этот внешний аспект очень подробно прочерчен ярко прочерчен а в остальных случаях мы видим скорее всего навратри как домашний праздник как празднование только трех последних дней там седьмого восьмого девятого дня а вот в гуджерате и в бенгалии это будут все эти девять дней и это будут хождения по городу это будут инсталляции это будут пандалы если калькутта и это будут там весь ахмедабад и борода она вся почти перекрыта в эти дни потому что все перекрестки наполнены этими горшками туда выставляются эти горшки их переносят туда-сюда из кухни наружу и обратно в кухню то есть вот этот внешний аспект более ярко в этих двух штатах остается только задуматься о возможном учреждении культа богучары ма в москве пандатов нужно порохитов нужно порохит ох это мы найдем я думаю Татьяна Викторовна Светлана Игоревна огромное спасибо это прекрасный материал и великолепный как всегда у вас доклад вот там было две фотографии которые меня так очень привлекли мое внимание хотя все совершенно великолепно очень интересно где на голове у девушек у одной три горшка нанизанных один на другую а у другой еще более сложная композиция там 12 уменьшающихся по вертикали в размерах горшков и вокруг этого условного шеста по кругу еще 6 светильников как вы полагаете это избыточно предполагать что здесь возможно космологическая какая-то корреляция либо это очень искусственная это акробатика это просто это просто акробатика это соревнования они хотят приз получить конечно это акробатические номера но они правда не 12 там 11 они любят цифру 11 в случае с горшками самый крайний случай это конечно тоже слово бхавай означает две разные вещи в Буджарати это театр а в Раджастане это танцевальный стиль и там вот как раз вот бхавай которые 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 раджастанские вот они как раз носят по эти 11 горшков более того они еще встают на стаканы берется два стаканчика значит они ногами еще босыми ногами встают на эти стаканчики и вот у них эти 11 горшков и они еще потом ложатся с этими 11 горшками И иногда они бывают привязаны, правда, к голове. Я вам расскажу тайну, секрет могу выдать, что в некоторых случаях они эту конструкцию просто пришивают определённо. Но некоторые умеют и не пришивая носить тоже. Я немножко научилась, но я могу носить максимум поддельный. Ваша фото тоже великолепная. Это действительно сложно. Ну, это, конечно, акробатика. Это, безусловно, избыточно. Это совершенно не нужно. Субтитры создавал DimaToram 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 Субтитры создавал DimaToram